Привет всем термоядерным подписчикам! Давайте начнем без лишних вступлений. В этом выпуске разберемся в одной очень интересной теме, которая практически нигде не затрагивалась, а именно существование людей и динозавров. Правда ли это имело место быть или же это очередной миф? Давайте порассуждаем на эту тему. Погнали! Итак, жили ли когда-нибудь динозавры рядом с людьми? Прежде чем дать точный ответ на этот вопрос, стоит прояснить, что по той же причине, по которой ученые считают людей млекопитающими, они считают птиц динозаврами. Птицы и динозавры, как люди и приматы, имеют более 98% сходства в ДНК. Кроме того, птицы имеют большую общую часть своей ДНК с тераподовыми динозаврами, будучи их прямыми потомками. На самом деле самый культовый из всех динозавров тираннозавр более тесно связан с современными птицами, чем с другими видами хладнокровных и крокодилов, которые имеют с ним только поверхностное сходство. Как и млекопитающим, динозаврам было нужно решить проблему сохранения тепла в мире, который постепенно остывал. В процессе эволюции они приобрели слой пуховых нитей, называемых перьями, которые первоначально несли ту же самую функцию, что и мех у млекопитающих. Полет пришел гораздо позже и был всего лишь побочным продуктом эволюции перьев, а не его причиной. Так что, приняв этот факт во внимание, ответ на наш вопрос будет таков. Да, жили. Просто посмотрите вокруг, и вы, вероятно, найдете динозавра менее чем за минуту. Тем не менее, вас наверняка интересуют другие. Большие динозавры, вроде тираннозавра, трицератопса и стегозавра. Возможно, кого-то интересуют некоторые из их товарищей, не относящиеся к ряду динозавров, вроде птирозавра или плезиозавра. В фильме 1933 года Кинг-Конг группа людей обнаруживает остров, населенный динозаврами и другими необычными животными. Фильм, конечно, был красивой выдумкой, но даже сегодня есть энтузиасты, которые утверждают, что динозавры либо все еще живут в самых отдаленных уголках планеты, либо что они вымерли относительно недавно, и что древние люди некогда жили с ними бок о бок. Может ли это быть правдой на самом деле? Основываясь на том, что нам известно из биологии, теории эволюции, технически это возможно. Например, телеканты и крокодилы существовали еще со времен динозавров, и они по сей день продолжают населять нашу планету. Считалось, что телеканты вымерли вместе с динозаврами, однако недавно была обнаружена их живая популяция. Тем не менее, несмотря на этот факт, на данный момент нет твердых научных доказательств того, что динозавры жили в то же самое время, что и люди. Доказательства Но все же есть некоторые доказательства. Науку можно описать как сборы документирования наблюдаемых фактов, а также постоянное обсуждение того, как эти факты лучше всего связать между собой в одну стройную теорию. Это означает, что если вы хотите сделать научное заявление, сначала вам нужны доказательства. Какие доказательства подойдут лучше всего? Фотографии и свидетельства очевидцев могут помочь заинтересовать отдельных исследователей, но для научного сообщества в целом это звучит совсем неубедительно. Фотографии слишком легко подделать, а свидетельства очевидцев часто оказываются выдумкой. Если вы действительно хотите, чтобы к вам прислушались, то вам нужно найти окаменелости костей человека и динозавра в одном и том же каменном слое. А еще лучше найти свежую тушу динозавра. Однако наилучшим вариантом станет предоставление публике живого образца динозавра. К сожалению, до сих пор все утверждения о том, что ископаемые останки людей и динозавров находятся рядом друг с другом, либо оказались обманом, либо неверным истолкованием фактов. То же самое касается и останков животных, которые, как полагают, принадлежат динозаврам и плезиозаврам. Более того, то же самое касается якобы древних произведений искусства, на которых изображены динозавры. Так что, насколько нам известно, за исключением птиц, динозавров, а вернее их останки, можно найти только в Земле путем анализа окаменелостей. Но в чем же суть такого анализа? Геологические карты и окаменелости Когда вулканы образуют горы, они выделяют в атмосферу огромное количество пыли. Вместо того, как на планете рождаются и умирают целые экосистемы, на поверхности Земли медленно накапливаются слои отложений, которые в конечном итоге становятся осадочными породами. В результате этого, как правило, медленного накопления отложений, различные наборы слоев породы начинают представлять различные периоды времени в истории Земли. Соответственно, чем глубже слой, тем старше осадочная порода. Растения и животные, которые погибли и были похоронены в этих отложениях, иногда сохраняются в виде окаменелостей. Используя многочисленные данные, такие как химический состав, радиометрическое датирование, ориентация магнитных частиц, наличие определенных хорошо изученных ископаемых, ученые смогли создать геологические карты, показывающие, какие слои породы в одном регионе или континенте коррелируют с конкретными слоями породы в других регионах и континентах. Эти карты позволяют нам рассматривать окаменелости по всему миру и изучать историю жизни в хронологическом порядке. Согласно этим исследованиям, динозавры, по-видимому, произошли от ранней группы рептилий, называемых архозаврами. Это произошло во времена Триасового периода. Затем, во времена Юрского периода, динозавры эволюционировали во множество различных форм, доминировали на Земле до конца мелового периода. Многие виды примитивных млекопитающих также эволюционировали вместе с динозаврами в это время, но ни одна обезьяна и ни одна человеческая окаменелость никогда не было найдено в слоях породы, относящихся к меловому периоду. Вымирание Согласно анализу осадочных пород, в истории планеты около пяти массовых вымираний. Это были глобальные катастрофы, когда почти все формы жизни внезапно исчезали, а на Земле оставалось лишь несколько выживших групп, которые впоследствии эволюционировали и повторно заселяли нашу планету. Одно такое событие как раз и произошло в конце мелового периода и ознаменовало гибель всех динозавров, не являющихся птицами. Изменение уровня моря и интенсивная вулканическая активность, похоже, сильно повлияли на популяцию динозавров, что привело к их массовому вымиранию. В верхней части мелового периода видна четкая линия, известная как граница КПГ. Химический анализ показывает, что одна или несколько массивных космических пород астероидов ударились об Землю, создав огромное облако пыли, которое привело к массовому вымиранию жизни на планете. Недавнее обнаружение кратера шириной 177 километров, ныне погребенного под отложениями породы на полуострове Юкатан в Мексике, подтвердило эту теорию. Результаты анализа говорят ученым о том, что астероид, оставивший этот кратер, мог быть более 9 километров в диаметре. В то время как несколько популяций динозавров, возможно, и выжили после этого трагического события, в основном в живых остались только мелкие животные. Им удалось продержаться достаточно долго, чтобы снова заселить Землю. Среди млекопитающих, которые пережили массовое вымирание, одна группа в конечном итоге породила обезьян, и, наконец, в горных слоях, относящихся к эпохе плиста цена, можно найти окаменелости современных людей. Что же мы имеем в итоге? Жили ли когда-нибудь динозавры рядом с людьми или нет? Хотя гипотетически это возможно. Все весомые доказательства, о которых мы знаем, говорят нам, что этого не было. За исключением птиц, все динозавры вымерли в конце мелового периода. Что если бы динозавры не вымерли? Согласно радиометрическому датированию, промежуток времени между вымиранием динозавров и появлением современного человека составляет почти 66 миллионов лет. Но каким был бы мир, если бы астероид пролетел мимо Земли? Размышления о ходе этой альтернативной шкалы времени – интригующий мыслительный эксперимент, о котором любят рассуждать палеонтологи. Дожили бы динозавры до наших дней, и какие бы новые виды динозавров могли бы появиться? Обзавелись бы динозавры интеллектом человеческого уровня? Остались бы млекопитающие на планете? И жили бы они как в те же дни, как при динозаврах? Появились бы люди? Нашли бы мы способ существовать с динозаврами? Давайте разбираться. Динозавры были самыми большими, тяжелыми, сильными и длинными животными за всю историю существования планеты. Их невероятное разнообразие показывает, что они были в состоянии пережить все экологические катаклизмы, представленные на нашей Земле в период их жизни. Даже в конце мелового периода они все еще были доминирующим видом на Земле. При таком альтернативном раскладе вероятность того, что динозавры продолжили бы населять нашу планету вплоть до сегодняшнего дня довольно велика. Ученые предполагают, что эти животные были теплокровными. Таким образом, динозавры смогли бы пережить ледниковый период, адаптируясь к более холодной среде обитания. На протяжении миллионов лет динозавры эволюционировали в различные формы, в том числе и странные, вроде тиринозавра. Этот процесс продолжился бы и по сегодняшний день, и Землю населяли бы совсем другие животные, внешний вид которых мог бы лишь отдаленно напоминать привычное описание динозавра. Интересно, что птицы пошли бы совсем другим эволюционным путем. Птицы вроде Страуса и Эмму, скорее всего, попросту бы вымерли, поскольку стали бы легкой добычей для крупных динозавров. Однако, летающие птицы и рептилии стали бы править небом. Самые сложные вопросы – сосуществование с динозаврами. А стал бы человек тем, кем он стал? И стала бы обезьяна разумной? Одни ученые говорят, что теоретически это возможно. Более того, история даже доказала этот факт. Человеческая эволюция происходила во времена, когда по Земле ходили гигантские млекопитающие. И это не помешало нам развиваться. То есть, в любом случае, люди как-нибудь приспособились бы. Ведь жизнь тысячи лет назад не означала, что ты выйдешь из пещеры на несколько секунд, и тебя тут же разорвут в клочья. Сверепые хищники не так часто попадались на пути, поэтому у человека всегда был шанс прожить относительно долгую жизнь. Другие же ученые отрицают эту точку зрения и считают, что жизнь имела бы совсем другую форму, и человека в привычном понимании никогда бы не существовало. Ведь преобладание динозавров, скорее всего, не позволило бы млекопитающим занять удобные экологические ниши. Очевидно, что если бы это было так, то место человека занял бы какой-то другой разумный динозавр. Это, конечно, причудливая идея, но не совсем невозможная. Ведь если бы инопланетянин посетил Землю в период после исчезновения динозавров, то идея о том, что человек сможет эволюционировать от маленьких крошечных млекопитающих, кем был раньше, в человека разумного, каким является сейчас, казалось бы, ему такой же забавной, как и нам кажется, альтернативная теория эволюции динозавров. Ну а в комментах напишите, как вы думаете, если бы не человек, то какое животное смогло бы эволюционировать до такого же уровня интеллекта, как мы? Будет интересно почитать мнение наших крутых экспертов. А также, если вам было интересно, то нажмите кнопку лайка со всей силой под этим видео, подпишитесь на канал и не пропустите новое термоядерное видео. Спасибо за просмотр, а также заоценивайте предыдущие выпуски.